В Нагорном Карабахе семьи беженцев из Азербайджана, проживающих в студенческом общежитии Арцахского государственного университета в Степанакерти, надеются, что власти когда-нибудь переселят их, предоставив новое жилье, как было им обещано 25 лет назад. В 1988 году начались февральские события в городе Сунгаити, были погромы, убийства армян. Мы переехали сюда, нам сказали, что через два месяца вы получите жилье, но два месяца протянулось на 25 лет лишних лет. Если отбрасываем взгляд назад, была война, эта война много разрушений принесла, но уже прошло столько времени по окончанию войны. Мне кажется, сейчас вот когда обращаешься к любому беженцу, что бы ты хотел, допустим, гуманитарную помощь, квартиру или все такое, люди единственное хотят квартиру и больше ничего. Вот именно вот этим ущемляется права беженцев, то, что люди живут 25 лет, живут с надеждой. С надеждой для того, чтобы они станут полностью гражданами Арцаха, Нагорного Карабаха. В общежитии проживают 30 семей беженцев, где, по их словам, антисанитарные условия, старые гнилые трубы, на полу дыры, откуда вылезают крысы. Санитарно-эпидемиологическая служба в последний раз сюда заглядывала 5 лет назад. К тому же подъезд, в котором проживают беженцы, пострадал в ходе бомбежек Степанакерта во время Карабахской войны. За 25 лет беженцы неоднократно обращались к властям с просьбой решить их квартирный вопрос. Последний раз в марте прошлого года. На письмо президенту республики был получен ответ от Министерства социального обеспечения, где говорится, что вопрос будет решен, когда будет рассматриваться программа по обеспечению жильем беженцев. Однако о том, когда именно будет рассматриваться эта программа, в письме ни слова. Сами беженцы не в состоянии обеспечить себе жилье, даже по ипотечному кредитованию, которое предоставляет государство. Но при этом они уверены, что при желании власти могли бы решить их вопрос. Это обжитие института, скорее. Ну, все может быть. Нам не один раз говорили, что, мол, выходите, выходите, а куда выйти? Я же вижу, что дома строят, дома строят. Ну, там, говорят, погибшим обеспечили, но им должны обеспечить эти квартиры. Но все-таки беженцы тоже должны как-то посмотреть за одним глазом, чтобы им тоже обеспечили квартиры. Вы сами, Ваша семья, а Ваши дети уже взрослые, не в состоянии обеспечить себе жильем, хотя бы по ипотеке? Нет. Если бы вот такое, я бы давно бы сделал это. Не все беженцы по ипотеке в состоянии купить жилье, даже если это будет 1% ипотека. Я сейчас скажу вам, почему. Если бы это было бы изначально, когда сюда беженцы приехали бы, но, понимаете, прошло 25 лет, многие беженцы уже состарились. Какому пенсионеру могут дать ипотеку? Это во-первых. Во-вторых, многие беженцы, которые оттуда выехали, они, насколько мы знаем, они выехали со стрессовыми ситуациями. Многие из них больные должны учить и составить, как возможно, чтобы больные люди купили по ипотеке квартиру. Дети выросли, но вы знаете, насколько сейчас дорогостоящая жизнь у нас в Степанакерте. Ты работаешь только для того, чтобы купить себе паёк, для того, чтобы растянуть на целый месяц. И невозможно. У тебя должна быть высокооплачиваемая работа, чтобы ты могла и купить и квартиру, и продовольствие себе, плюс вещи себе. Навряд ли это возможно сделать. Даже если у тебя в доме работают 3-4 человека, всё равно это невозможно. Особой программы по обеспечению жильём беженцев в Нагорном Карабахе нет. Единственный раз в 2009 году 10 семьям были предоставлены одноэтажные дома в пригороде Степанакерта, в квартале Очапняк. Но из-за финансового кризиса программа была приостановлена. Квартирный вопрос беженцев решается в том случае, если семья беженцев относится к одной из категорий льготников. Если это семья погибшего в Карабахской войне, социально необеспеченная или многодетная семья. На сегодняшний день все семьи погибших в Карабахской войне воинов-беженцев обеспечены жильём. Премьер-министр Нагорного Карабаха на пресс-конференции в Степанакерте в апреле заявил, что вопрос беженцев, проживающих в общежитиях, со временем будет решён. Уже разрабатывается программа, предусматривающая улучшение жилищных условий инвалидов Карабахской войны первой группы, граждан, проживающих в аварийных зданиях, а также жителей общежитий, в первую очередь беженцев. Это проект на несколько миллиардов драмов, который будет реализован, но когда и как предстоит ещё обсудить, особенно с самими гражданами. Так как некоторые жильцы предпочитают остаться в общежитии, приватизировав жильё, другие хотят новое жильё. Предстоит обсуждение, и этот вопрос в течение времени будет решён. На сегодня в Степанакерте по официальной статистике проживают около 4250 семей беженцев. Из них в жилье нуждаются 470 семей.